На Кубани может появиться особая школа танцев, инклюзивная. В ней вместе будут заниматься как здоровые дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья. Открыть заведение надеется Евгений Смирнов, он знаменитость. Однажды молодой человек потерял ногу, но продолжает заниматься своим любимым делом и хочет помочь в этом другим. Выступление Евгения Смирнова и его напарницы Дарьи в телевизионном шоу «Танцы» до сих пор пересматривают в интернете миллионы пользователей. Тогда Евгений показал, что и с ограниченными возможностями здоровья можно добиваться профессиональных успехов. Сейчас же молодой человек хочет научить танцевать других, создать инклюзивную школу, где будут заниматься и здоровые дети, и дети, имеющие проблемы со здоровьем. На мастер-класс Евгения набралась группа из 20 человек. В нее вошли и дети с синдромом Дауна. Наставник продемонстрировал ребятам азы брейк-данса. По задумке, в инклюзивной школе «Рыжий дэнс» будут преподавать не только брейк-данс, но и другие танцевальные направления – 10 разновидностей. Начинать нужно всегда с малого. Если он добьется в танце хотя бы немножко, чего-то сможет, у ребенка просто-напросто появится в голове то, что он «я могу, я буду делать, я хочу, я буду». И это начнет у него просто формироваться, вот такое отношение к жизни. Как говорится, главное желание – стойка на руках у некоторых учеников – начала получаться уже к концу занятия. На самом деле можно танцевать на одной ноге, но очень часто это нельзя повторить даже на двух. И поэтому это на самом деле было незабываемое ощущение. Когда проект реализуют, еще вопрос. Но уже сейчас его продвижением занимаются члены регионального отделения Общественной палаты России. Город наш и край, мы, конечно, будем этому содействовать, потому что потребуется помещение, потребуется творческая помощь, потребуется финансовая помощь. Но мы надеемся на то, что наши проекты Краснодарского края, они получат либо федеральные гранты, либо мы уже поддержим их своими краевыми грантами. Если грант Евгению все же удастся получить, то инклюзивную школу танцев в крае можно будет открыть уже в будущем году. Всем понравился маленький урок? Да! Еще увидимся? Да! Вероника Стороженко, Виталий Воронков, Вести, Кубань, Краснодар.